О великих полководцах России, благодаря которым в разные исторические эпохи удалось отстоять независимость страны, рассказали на мероприятии «Спасибо героям». Победители районных и городских состязаний участвовали в конкурсе «Лучший чтец священного Корана. Кто стал обладателем путевки в Хадж от главы республики?» Воспользоваться льготами, реабилитированную категорию жителей Карачева-Черкесии приглашает и Республиканская стоматологическая поликлиника. Итоги футбольного сезона подвели в республики. Награды вручили тренерам и лучшим игрокам. Впереди новый сезон и большие планы. Здравствуйте, в эфире телеканала «Россия-24» Карачева-Черкесия. Сегодня в нашей стране отмечается один из важнейших государственных праздников – День Конституции РФ с 30-летием. Основополагающего документа, ставшего надежным фундаментом независимости и национального суверенитета, жителей республики поздравляет глава Карачева-Черкесии Рашид Семрезов. Права и свободы, благополучие, безопасность и самореализация всегда были и остаются базовыми нормами основного закона страны. Благодаря президенту России Владимиру Путину и его политике, основанной на главных принципах Конституции, каждый из нас сегодня живет и трудится в свободной и безопасной стране. Мы реализуем нацпроекты, создаем условия для получения качественной медицины, образования, ведения предпринимательской деятельности и многое другое. Дорогие земляки, поздравляю вас с праздником. Уверен, что только вместе, соблюдая конституционные нормы своим ежедневным трудом, мы сможем добиться дальнейшего развития нашего государства. Желаю всем мира, благополучия и успехов в делах на благо нашей малой Родины и великой России. Сегодня в День Конституции России в образовательных учреждениях Карачева-Черкесии проверили знания основного закона страны. В 17-й гимназии Черкесии тестирование прошли 30 школьников старших классов. Подробности у Артура МВЦ. Основной закон Российской Федерации 12 декабря отмечает 30-летие. В этот день в ряде образовательных учреждений Карачаев-Черкесии провели тестирование старшеклассников. Так, в 17-й гимназии нескольким десяткам юношей и девушек предстояло показать, насколько хорошо они знают содержание Конституции, где прописаны права и обязанности каждого гражданина. Акция проводится для повышения правовой грамотности наших обучающихся, проводится ежегодно. Ребята должны знать свои права и обязанности, поэтому они готовятся к этому мероприятию очень серьезно. Многие из старшеклассников – постоянные участники предметных олимпиад. Для них вопросы на знание Конституции вряд ли представляют большие трудности. Ребята прекрасно понимают, что основной документ Российской Федерации имеет высшую юридическую силу во всех регионах, помогает соблюдать права, обязанности, обеспечивает безопасность и возможность самореализации. Я считаю, что патриотизм – это очень важно в наши дни. Это любовь к Родине в первую очередь, это любовь к окружающим нас людям, это уважение к Родине и уважение к людям, которые нас окружают, соответственно. Разумеется, очень важно знать наши права и обязанности, поэтому, я думаю, проводится тестирование по знанию Конституции. И в целом знание Конституции обязательно для каждого гражданина Российской Федерации. Результаты проведенного в образовательных учреждениях тестирования будут проанализированы, чтобы позже понять уровень осведомленности школьников об основном законе России. Артур Махцелий Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. В Карачаево, Черкесии проходит мероприятие Всероссийской Патриотической Акции. Офицер регионального управления, вневедомственная охрана Росгвардии Наталья Олейникова провела памятное мероприятие для молодых сотрудников в рамках Всероссийской Акции «Спасибо героям», приуроченное ко Дню Героев Отечества. На аллее Великой Славы, расположенной в парке культуры и отдыха «Зеленый остров», черкесская майор полиции рассказала о великих полководцах страны, благодаря которым в разные исторические эпохи удалось отстоять независимость страны. Также росгвардейцы почтили память известного летчика, героя России, Канамата Баташева, который погиб при выполнении воинского долга. Завершилось мероприятие минутой молчания и возложением цветов к мемориалам. В Крачево-Черкесии сотрудники Федеральной службы безопасности в ходе работы по недопущению распространения в Республике идеологии экстремизма пресекли деятельность подпольной ячейки, запрещенной на территории России Международного религиозного экстремистского объединения от Такфир-Вальхиджа. В результате проведенных мероприятий задержаны 14 человек, причастных к деятельности экстремистской организации и ее пропаганде, в том числе в интернете. В местах их проживания обнаружено и изъято несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы и средства связи, а также экстремистская литература, изобличающая их противоправную деятельность. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК России. Мероприятия по сбору доказательной базы продолжаются. В отношении ряда задержанных возбуждены уголовные дела, а касательно остальных следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Согласно действующему законодательству, участие в деятельности экстремистской организации наказывается штрафом в размере от 300 до 600 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до 6 лет. Карачева-Черкесия входит в топ-5 субъектов России с наибольшим поголовьем овец и коз. Поэтому республика в ближайшие годы претендует на позицию лидера в стране по производству баранины. Об этом заявил глава республики Рашид Семрезов. В день Карачева-Черкесии на международной выставке «Форум России» на ВДНХ, который прошел 8 декабря, Рашид Семрезов выступил с презентацией республики гостям и участникам главного мероприятия года. Он подчеркнул, что ведущим системообразующим сектором экономики республики является агропромышленный комплекс. На территории Карачева-Черкесии открыт крупнейший в России завод по переработке баранины мощностью 25 тысяч тонн продукции в год. В рамках проекта «ДомОТЭ» строит откормочные площадки для выращивания поголовья овец, ведет индивидуальную работу с овцеводческими хозяйствами по модели контрактного фермерства, включая работу по улучшению генетики поголовья. Российская Федерация обладает огромным потенциалом в части производства и экспорта баранины. Флагманом в этом процессе готова стать Карачева-Черкесия. Президент страны Владимир Путин не раз заявлял о необходимости развития всех мощностей агропромышленного комплекса, подчеркивая, что в России есть все необходимое для этого. В центральной мечети Аула Псыш прошел республиканский конкурс «Лучший чтец священного Корана», организованный Духовным управлением мусульман Карачева-Черкесии. Более 50 участников победителей районных и городских конкурсов приняли участие в этом состязании. Важно отметить, что три победителя стали обладателями путевок в хадж от главы Карачева-Черкесии Рашида Тимрезова. На мероприятие побывал и Алихан Лепшоков. Каждый из участников стал передать ту величественную красоту священного писания мусульман. Проведение подобных конкурсов в республике стало уже доброй традицией. В этом году религиозное состязание посвящено памяти первого ректора Карачева-Черкесского исламского института имени имама Абу Ханифа Исмаила Хаджибастанова. Открывая республиканский конкурс, лучший чтец священного корана председателя координационного центра мусульман Северного Кавказа муфти Карачева-Черкесии Смейл Хаджибердиев отметил важность изучения корана и умению правильно его читать и понимать его смысл. Это праздник для мусульман, которые собираются, читают храм, и лучшего из них награждают призами. Обычно у нас приз бывает тем людям, которые победили, это поездка в Хаджи. После Смейл Хаджибердиев наградил имама Карачаевска Ахмада Хаджи Урусова медалью Духовного управления мусульман Карачева-Черкесии за заслуги перед Умой республики. Участники состязались в пяти возрастных категориях. Также были представлены чтецы в номинации профессионалы, которые являются выпускниками или студентами религиозных образовательных учреждений. Победу сможет одержать только тот, кто хорошо знает технику чтения священного корана и соблюдает правила таджвида, отметили организаторы спубликанского конкурса. Это конкурс очень полезен в том смысле, что пророк Мухаммад Алисасам сказал, лучшие из властей, которые научились Корану и обучили им других. И самое лучшее деяние, которое верующий человек может сделать, это то, что он может научиться Корану и научить его других людей. Мы все прекрасно знаем, что Коран – это добро, и Коран призывает к добру. И в этом огромное благо для тех, которые обучаются и тех, которые обучают. Фейсал Тамбир занимается изучением Корана с ранних лет. В этом году 10-летний мальчик целенаправленно, серьезно готовился, чтобы одержать победу в этом конкурсе. Старания Фейсала оправдались. Готовился каждый день к этому конкурсу, прям усердно. Это важно, потому что Коран – это священная книга Аллаха, который он создал, не спасла нам. И ее очень интересно читать, очень усердно надо читать. Представители старшего поколения также демонстрировали навыки громадного чтения Корана. Отрадно видеть, что как и старшие, так и молодые принимают участие в этом состязании, так как для каждого верующего мусульманина Коран должен занимать особую роль в их жизни. На мой взгляд, такие состязания по чтению Корана очень нужны, потому что здесь участники стараются подготовиться, а без подготовки тут, конечно, занять какое-то призовое место – это будет очень сложно. Поэтому кто готовится, тот уже занимается серьезно, изучает таджвит. В итоге обладателями путевок в Хач от главы республики Рашида Темрезова стали чтецы Малик Тамбиев, Азамат Караев и Ислам Байрамуков, а другие призеры были отмечены ценными призами. Альхалип Шоков, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия, Абазинский район. В целях реализации закона Карачаева-Черкесии о мерах социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий, Республиканская стоматологическая поликлиника много лет проводит работу по бесплатному протезированию. На какие льготы имеют право люди, подвергшиеся депортации в рамках вышеназванного закона Карачаева-Черкесии, и какие вопросы возникают у жителей, которые обращаются к зубному доктору, рассказала главный врач Республиканской стоматологической поликлиники Белла Хубиева. Возникает очень у многих вопрос, успевают ли они в этом году до Нового года получить льготное протезирование. И мы хотели еще раз уточнить этот момент, обратиться к жителям нашей республики, к тем гражданам, кто имеет удостоверение по реабилитации, что да, мы их ждем, и до Нового года мы все успеем, объемы есть, откладывать не нужно. Это для всех, в том числе и городские жители. То есть прописка не имеет значения, районная прописка, город. При наличии удостоверения по реабилитации к нам может обратиться каждый. В рамках льготного протезирования мы оказываем бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, всех видов зубных протезов. Мы приглашаем и всех городских жителей на льготное протезирование. Будем всем рады и поможем встречать Новый год с новой улыбкой, красивыми зубами. Праздник октябряцкой звездочки прошел в специальной коррекционной школе Черкесска. В ходе торжественной церемонии члены регионального отделения КПРФ приняли в октября-то самых достойных и лучших ребят. Подробности Валия Баташева. Правдивые и смелые, ловкие и умелые. В СССР октябрятами считались школьники первых и третьих классов, являющиеся членами добровольного объединения при пионерской дружине. Партия КПРФ сохранила эту традицию и в настоящее время продолжает принимать желающих стать октябренком. И с гордостью носить звездочку с изображением вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. На викторине ребята показали хорошее знание о своей стране, ее государственных символах, основных профессиях, правах и обязанностях октябрят. Затем настал самый торжественный момент. Вступая в ряды октябрят, перед своими товарищами торжественно обещаем быть верными наследниками пионерских традиций. Обещаем! Ребята пообещали хорошо учиться и иметь прилежное поведение. По традиции октябрятские звездочки детям пристегнули их старшие товарищи, пионеры. На флэш-мобе «Вместе весело шагать» Полина Чекунова гордо маршировала со сверстниками, а затем спела песню про солнечный круг. Пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Со вступлением в октябрята ребят поздравили высокие гости. Вы сегодня в своей жизни сделали самый главный шаг. Стали октябрятом. И самая главная ваша задача – это учиться, учиться, еще раз учиться. Вы большие молодцы. Почему ты решила стать октябренком? Потому что я хочу всем помочь, и всем помочь писать и читать. В конце торжественной церемонии состоялось награждение преподавателей специальной коррекционной школы Черкеска. А каждый октябренок получил памятный подарок. Али Баташев, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия. 10 декабря – Всемирный день самого популярного вида спорта. В Карачаево, Черкесии его отметили подведением итогов футбольного сезона. Тем более, что и главная команда Республики Нарта, и будущие игроки – основу добились весомых успехов. Подробнее Артур МПЦ. Кто-то скажет, что декабрь – не футбольный месяц. А ведь именно 10 числа – праздник самого популярного вида спорта, которым во всем мире так или иначе увлечены примерно 4,5 миллиарда человек. С недавних пор у Карачаево-Черкесии тоже появился повод присоединиться к торжествам. Благодаря стараниям многих неравнодушных людей, в том числе руководства региона, в Черкесии возродилась профессиональная команда Нарт. Итогом первого полноценного сезона было посвящено торжественное мероприятие. В Музей спортивной славы Республики пришли почти все, кто причастен к успешным выступлениям основного состава и детско-юношеских дружин. Результаты команды, я считаю, более чем удовлетворительные. Мы вошли в двойку лучших команд России среди третьей лиги. Я считаю, это очень достойный результат. Но мы максималисты, мы хотели первое место, поэтому мы немного расстроились после финала. Умение терпеть трудности, ставить цели, добиваться их, отличают действительно сильные коллективы. Несмотря на неудачу в финале первенства, кубковый матч с победителем зонального турнира Нарт все-таки выиграл. Какие чувства испытали, что в финале вы все-таки смогли победить ту команду, которая стала барьером в турнире? Эта команда три года не проигрывала никому. Это была наша мотивация, что надо как-то их уже приземлить, так скажем. Огромное спасибо всем ребятам, всему тренерскому штабу, административному, что мы все общее дело сделали. Благодаря стараниям функционеров Нарт из Черкеска предстал в турнире третьей лиги вполне боеспособным коллективом. Все, кого хотели видеть в команде и могли принести пользу, оказались в составе. Так, защитник Астемир Абидов в последнее время занимался в Ставрополе. Но когда поступило предложение из родной республики, долго не раздумывал. Я узнал о возобновлении футбольного клуба «Нарта» еще, наверное, за какой-то срок. И уже примерно предполагал, что буду возвращаться, буду, ну, желание имелось в любом случае. И как поступил предложение, сразу же не обдумывая вернулся. Потому что это свой город, свои люди, болельщики. По итогам сезона ведомственных наград были удостоены все, кто причастен к успешному выступлению команд из Черкеска. От футболистов и тренеров до административного штаба. Впереди новый сезон, большие планы. У регионального спортивного ведомства это дальнейшее развитие самого популярного вида спорта. В рамках развития детско-юношеского футбола мы планируем сыграть в этом году в молодежно-юношеской футбольной лиге. Очень престижный чемпионат, который курирует непосредственно основным РФС. Также в этом году у нас завершился проект футбол-школы, в котором мы подключили 20 общеобразовательных учреждений, которые предоставили футбольные мячи, ворота, манишки и так далее. Основную же команду ожидает старт во второй лиге. Там футболисты также надеются выступить успешно. Им, разумеется, будет крайне необходима поддержка своих болельщиков, которые были 12-м игроком на протяжении всего сезона. Артур Мухце, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия. А сейчас смотрите интервью главы Карачаева-Черкесии Рашида Тиморезова, которое он дал в рамках международной выставки «Форма Россия» нашим коллегам из телеканала «Россия-24». А я с вами прощаюсь. До завтра.